Ребята, всем доброе утро! Я только что проснулась, еще не накрасилась, помыла голову, и у нас сегодня Истер, Пасха американская. И по традиции, как бы это больше такой детский праздник, они любят дети приезжать в церкви в Америке, здесь собирать яички. В прошлом году я снимала влог про это. В этом году карантин, никуда они не могут пойти, поэтому Сара будет собирать яички дома. Я сейчас покажу, что я купила, и, в общем, буду снимать такой домашний влог. Это, в общем, главный приз, это золотой заяц, ну это шоколад, и плюс еще вот это главный приз, если найдет, это яйцо тролли, так как сейчас третья часть вышла. Вот еще вот такие яйца в них по сюрпризу, и еще упаковка других яиц, там тоже сюрпризики. В общем, я сейчас по всему дому буду их прятать, и потом скажу ей, чтобы она искала их. Что ты там уже нашла? Покажи. Кроликам и тролли. Нравится он тебе? Фан такой. Так в основном во всех конфеты, да, получается? Ого! А в троллях что? Желешки? Да, и тут, видишь, леонидный вид. Копилка? Да. О, ну хорошо. Класс. И я уже переодела спортивную одежду, перед тем, как идти завтракать, я утром занимаюсь йогой, растяжкой. У меня есть подвесная эйр-йога, вот такой гамак. Я сейчас активно изучаю в интернете разные упражнения, и очень мне нравится, как растягивается моё тело. Супер просто для растяжки. После йоги я уже потом выпиваю воды в стакан и иду завтракать, готовить завтрак, потом завтракать. А ещё мы с девчонками в инстаграме делаем челлендж уже практически три недели. Коронапланка. И девчонки меня отмечают в инстаграм, я публикую в своих сторис ваши результаты. Я стою минуту-минуту тридцать максимум, не хочу нагружать свой позвоночник, а именно поясницу, потому что у меня бывают боли, и я чувствую, что я напрягаю коронапланкой. Стою сколько могу, так что вам тоже советую делать планку, очень классное упражнение на пресс и, в принципе, на все группы мышц. Вы просто встаёте, руки на ширине плеч, ноги, лучше делать это в кроссовках, и старайтесь держать ваше тело прямо, как планка. В общем, все мышцы трясутся, я это делаю минуту-минуту тридцать, вот, стараюсь ровненько стоять. Итак, а у меня сегодня анбоксинг, я заказала себе мёд из Украины, это украинский мёд, на самом деле его продают здесь, в Америке, но сам мёд из Украины. Я, в общем, столько всего разного поназаказывала, я вам сейчас покажу. Медовый крем с клюквой, медовый крем с черникой, забыла, надо будет перевести. А затем медовый крем с лимоном и имбирём. Этот у нас мёд с сотами внутри, и посмотрите, какая классная бочечка с мёдом. Наш такой деревенский мёд в бочке, класс. И ещё раз повторю, ссылки оставлю под видео, где я заказывала, здесь в Америке. На завтрак я варю овсянку с фруктами, орехами, ягодами и мёдом. Добавлю фисташковую пасту. Вот так выглядит моя кашка. Сваренная на миндальном молоке, без сахара. Я на яблоке посыпала немного корицы, фисташковое масло посередине, ягоды, орехи, банан. И добавлю ещё мёдик, который ко мне недавно приехал, я вам его уже показывала. Одно из наших развлечений на карантине – это доска. Мы берём весло и на доске по водице, здесь в районе Санкт-Петербурга, катаемся с Сарой на одной доске. Она, вон, уже взяла пульт и опускать. Сара, весло. Куда ты? Подожди, а меня. Вот такой у нас классный карантин вместе с Сарой. Мы на доске. Сарочка гребёт. Я набрала с собой там разные чипсы, воду. И мы едем кататься. Кстати, здесь нет правил дорожного движения. Здесь, в общем, когда тебя видят, они обходят стороной лодки. Но мы сейчас заедем на серединку, там очень мелкие лодки здесь не ходят. На самом деле, очень здорово. Такая прогулка шикарная. И спорт, и свежий воздух, и отвлечь ребёнка от айпада. Так что мы с пользой проводим время. Итак, мы с Сарой заплыли вот в такой уголочек. Я вижу, что все американцы дома что-то делают. Как раз сейчас повод, чтобы заняться ремонтом дома. Потому что все на карантине, что ещё делать. Там компания, видимо, родители, дети спортом занимаются, бассейн. В общем, каждый чем-то занят. А нам с Сарой понравилось вот это дерево. Мы к нему приплыли. Пришли! Пришли! Нас дельфин за пятку не укусит. А дельфины любят нашуку? Рыбу они едят. А мы рыба? Нет, мы не рыба. Вот именно. Мы человечина. Ну, может, он захочет попробовать. Скажет, что это за новый тип рыбки такой? Я заказала себе бандольер. Это чехол на телефон, как сумка. И к нему дополнительную сумочку. Я не знаю, может быть, вы видели. Ещё Саша Зверева их часто рекламирует. Я сама купила эти чехлы. И они очень удобные на ремешке. Знаете, телефон подвешивается на ремешок. Есть такие чехлы гораздо дешевле на Амазоне. С 20-30 долларов. Вот эти чехлы. Вот этот кейс с ремешком, по-моему, 90 долларов. И отдельно сумочка тоже крепится. Тоже где-то 80 долларов. Я заказала себе жёлтый неоновый цвет. Яркий. На лето. Был ещё, знаете, такой пыльно-розовый. Но почему-то мне захотелось прям вот такой вот яркий-яркий чехол. Вот телефон крепится. И тут же крепится вот такая сумка. Вы можете снимать её, регулировать, в общем. И очень плотная верёвка, на которой держится сам телефон и кейс. Сам как бы очень плотный. Вот. Здесь есть отсек для кредитных карт, для денег. Небольшой отсек, правда. Сюда поместится максимум, наверное, 5-10 карточек. Вот. И в эту сумку вот поместился у меня кошелёк. И можно ещё даже пауэрбанк, в общем, поместить. Помаду, жвачки. В общем, всё самое необходимое у вас под рукой висит. Мне нравится. Посмотрим. И цвет мне нравится. Так, ребят, хочу показать вам прикол. Американский. У нас, в общем, соседи новые строят дом рядом, через два дома от нас. И очень сильно шумят. Ну, как сказать сильно. В будние дни, в обычное время, они просто там долбят молотком. Ну, как бы это нормально, когда ремонт происходит. И они вот в качестве компенсации, чтобы извиниться перед соседями, оставили каждому соседу корзинку. Это вообще прикол. С открыткой. Это вот их фотография их семьи. И здесь вот извинения в качестве того, что ещё вирус сейчас. И плюс ещё они только, ну, собираются строить дом. Мы будем вам шуметь. Извините нас. Наш будущий дом. Так прикольно вообще. А затем они дали маску для сна. Таблетки от головной боли. Две свечки. Одну свечку я уже использовала. Две бутылки алкоголя. Это такой вот фаерболл-коктейль. Очень крепкий. И ещё был скитис сладкий. С намёком на то, что вот, ну, если мы вам беспокоим, у вас головные боли, вы не можете спать. Бухните. Зажгите свечу. Найденьте масочку. Ещё можете таблеточку. И тогда вы не будете слышать шум. Это просто нечто. Я в шоке. Это прикольно. Очень даже. Мне очень понравилось. Ну что, ребят, у нас уже вечереет. Я устала. Вроде как карантин, но работаешь в два раза больше. У меня как день сурка. Я утром просыпаюсь, завтрак, потом обед, потом ужин. А потом всё это надо мыть, убирать. А потом убирать дом. Уборщицу мы отпустили во время карантина. И поэтому и на мне сейчас почти весь дом. Но для меня это, знаете, как фитнес. Я, наоборот, радуюсь, что двигаюсь. В принципе, не сижу на месте. Вообще не сижу на диване. Всё время чем-то заняток. Даже нет времени там сериалы какие-то смотреть. Мне там подружки скидывают. А мне некогда. А вечером мы все вместе смотрим какой-нибудь фильм там по Нетфликсу. Кстати, советую посмотреть, если у вас есть Нетфликс. Если нет, подключите. Правда, там всё на английском. Тем не менее, можно так учить английский. Мы посмотрели сериал, документальный сериал. «Тайгер Кинг» называется. Такой вообще трэшовый. Он основан на реальных событиях и реальные персонажи. Сериал про трёх владелицев зоопарков. В основном с тиграми. Одни между друг другом воюют всю жизнь. Второй там имел двух мужей. Мужик. Третья, типа, женщина, скормила своего бывшего мужа тигром. Якобы, по слухам, не могут доказать. И сейчас посадили вот кто двух мужей имел. Его в тюрьму посадили на самом деле. Во время того, как снимали сериал. Так что прям, посмотрите, мы смеялись. Вообще он на английском. Но просто трэшовый. Про таких, знаете, реднеков. Про трэшовых американцев. Хочется, чтобы поскорее этот карантин закончился. И уже всё встало на свои места. Просто реально весь мир остановился. Особенно здесь в Америке. Просто обожают пугать. Здесь телевизор лучше не включать. У них с утра до вечера. Коронавирус, коронавирус. Нет у них предложения. Без слова, коронавирус. По всем каналам. Какой-то кошмар. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Я даже не знаю, какие влоги теперь снимать. Если всё одно и то же. Готовка, уборка. Разве что разные какие-то блюда. Итак, ребят, пока я снимала для вас влог. Обломала все свои ногти. Убиралась, мыла посуду и ногтям недолго пришлось жить. Теперь заказала для себя набор. Лампу, пудру акриловую. Хочу именно пудру, типсы. Буду пробовать, экспериментировать. А пока, чтобы не ходить вот с такими уродскими ногтями. А я купила попробовать. У нас в Америке продаются вот такие ногти, наклеивающиеся. И именно вот эти импресс считаются самые лучшие. Якобы очень классно держатся на ногтях. Смотрятся более-менее натурально. Я, как всегда, выбрала самый кислотный цвет. Потому что сейчас лето. И мне хочется... Ну, у лета весна, у нас лето. Хочется яркости. Хочется вот в эти будни унылые, когда мы сидим дома. Чтобы выглядеть как-то поярче немного, да. И решила наклеить пока на недельку, пока не доставили мне мою пудру. И уже вот эти ногти сами проклеены внутри клеем. То есть их просто раскрываете, обрабатываете ногти ваши, раскрываете. И просто приклеиваете, прикладываете, прижимаете. И они должны держаться долго. Две-три недели. Посмотрим. Я уже разложила ногти по размеру. И теперь их нужно подпилить немного, обработать спиртом и кутикулу задрать. Все. А клей уже на них есть. Наклеила я свои ноготочки. В принципе, неплохо. Ожидала, что будет хуже смотреться. Но это лучше, чем то, что было до. Если как бы сдалека, то вообще прикольно смотрится. И получается, ногти заходят под кутикулу. Такое впечатление, что просто идеальный маникюр, как в России делают. Можно походить недельку. Мне нравится, в принципе. Но если вблизи присматриваться, то можно найти циферки. У них есть разных. У них даже есть французский маникюр. У них какие угодно. Это, в общем, просто были новенькие, якобы на лето. И решила я попробовать. Что же это за чудо такое чудесное? Я знаю, что в России вот эта фирма импресс, по-моему, есть в магазине подружка. Потому что у меня девчонки, которые прилетали в Америку, им так понравилась эта идея. Они клеили здесь, когда находились, месяц, например. Каждую неделю новый маникюр, 5 долларов. И, в общем, такие довольные. И потом они нашли в Москве, по-моему, в подружке эти же накладные типсы. Так, ребят, я не хочу показывать свое лицо, потому что у меня сгорел нос. Я как Дед Мороз с красным носом, потому что были на лодке. Сейчас так жарко, уже все купаются. И у меня сгорел нос. Лоб и все облазит. Поэтому не показываю лицо. Хотела показать с лицом, но не буду. В общем, вот эта плойка, я ее покупала сама за свои деньги. Очень крутая. На нее есть премия Allure. И здесь три разные насадки. Я снимаю обзор про нее. Просто хотела предупредить. И с тремя разными локонами, три разные насадки. Я делаю это как бы бесплатно. Мне никто за рекламу не платил. Но я уже почти досняла ролик, потому что я его снимала, как бы, по-моему, даже несколько недель. Ждала, когда нужно делать укладку, чтобы как бы не зря их крутить. Вот. И скоро на канале я покажу, сделаю для вас обзор этой очень классненькой плойки для волос. Я просто закрою нос рукой и попрощаюсь с вами, потому что сейчас, мне кажется, все такие не очень на карантине. Домашний, с корнями отросшими. Вот. Ну, в принципе, у меня еще так неплохо, когда чистая голова, когда пару дней все, невозможно. Видно очень отросшие черные корни, очень черные. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Ногти, кстати, держатся уже несколько дней. Очень клево. Клево-клево. Клево-клево.